дорогие друзья с вами доктор гу и сегодня я открываю новостную линейку с различных сайтов о заикании в основном здесь будет теория заикания буду читать с листа поэтому без подготовки и если я буду немножко заикаться прошу прощения кого будет напрягать пожалуйста выключите видео и не смотрите итак поехали the most important things for a starter is to getting early самая главная вещь заикание это раннее вмешательство most speech and language disorders of early childhood are obvious right from the start большинство речевых языковых расстройств в раннем детстве становятся очевидными с самого начала if a child is having difficulty producing sounds or using language the problem is noticed when speech development begins если ребенок имеет какие-либо трудности в произнесении звуков или использовании языка то проблема обнаруживается обнаруживается как правило когда происходит речевое развитие however stuttering typically begins when two and three years old begin putting words together into short sentences однако заикание как правило начинается когда двух-трехлетний ребенок начинает складывать слова в короткие предложения when speech and language development seems to be well underway когда языковое и речевое развитие как раз находится в периоде своего максимального развития то есть в его процессе это конечно очень стрессовая ситуация для родителей когда заикание начинается внезапно без всякой видимой причины ребенок внезапно начинает говорить плохо первые признаки заикания это когда ребенок начинает повторять звуки слова или части слов повторение или продление звуков речевые блоки и признаки того что ребенку очень трудно говорить сопровождают явления эти гримасничества и другие движения сопутствующие движения тела обычно также проявляются какие же причины заикания there are many theories about why this happens to some children очень много теорий почему это происходит с некоторыми детьми но ни одна из этих теорий в общем то не поддерживается и не утверждается наверняка дело в том что избавление от заикания это одна из нерешенных загадок и проблем речевой патологии есть become apparent however from studies of brain imaging their starter involves a problem with processing speech signals from the brain однако очевидно из очевидно из исследований из исследований по визуализации мозга что заикание включает себя проблемы с процессом речи с речевыми сигналами исходящими из мозга that problem seems to render the speech system unstable и эта проблема делает речевую систему нестабильной а также какие бы ни были причины этого расстройства генетика однозначно имеет здесь значение Около 60% людей с заиканием имеют в своем анамнезе других людей, родственников заикания. Хотя конкретные детали, как именно генетика влияет на заикание, до конца еще не понятны. Заикание, в общем-то, довольно распространенная вещь в раннем детстве. Последнее исследование в Мельбурне включало в себя большую группу детей в раннем возрасте. Исследователи обнаружили, что 11% детей, или около 1 из 9, начинают заикаться примерно в возрасте 4 лет. Очень хорошо известно, что большинство дошкольников, которые заикаются, могут выздороветь без вмешательства специалистов к подростковому возрасту. К сожалению, очень сложно в настоящее время предсказать, какой же ребенок с заиканием выздоровеет, а какой нет. Важность раннего вмешательства. К счастью, очень проверенные методики заикания, лечения заикания, доступны сейчас для маленьких детей, которые младше 6 лет. Есть программа Линдком, это поведенческая терапия, в которой участвуют родители под руководством опытного логопеда. Родители обучают оценивать заикание ребенка и хвалить ребенка, когда он говорит без заикания. И иногда просить их сказать что-либо без заикания. Логопед, как правило, несколько выжидает, прежде чем начать лечение, чтобы посмотреть, не начнет ли заикание проходить само. Очень важно, чтобы родители отвели ребенка к логопеду и посоветовались с логопедом, как только они заметили, что заикание началось. Дело в том, что результаты намного лучше при терапии заикания, если это сделать до того, как ребенок начал ходить в школу. Если дети старше 6 лет, то заикание значительно труднее устранить. К подростковому и взрослому возрасту это становится серьезной жизненной проблемой. Те, которых затронуло заикание, те люди, у них отнимается в процессе речи... В процессе речи у них отнимается намного больше времени сказать то же самое количество слов, чем у их сверстников. Раннее вмешательство также очень важно, потому что исследования показали, что дети подвергаются буллингу. Как это на русском сказать, подвергаются, что детей дразнят в школе часто из-за заикания. Также заикание имеет отношение к тому, что дети, когда получают образование, они имеют очень серьезные проблемы. И в дальнейшем заикание серьезно влияет на их профессиональную деятельность. Заикание наносит гораздо более серьезный ущерб в подростковом возрасте и у взрослых. Обычно заикание сопровождается страхом речи в различных социальных ситуациях. Во время подросткового возраста и во взрослом состоянии такой страх речи в различных ситуациях, который называется социальная тревожность, может быть очень изнуряющим аспектом при хроническом заикании. Те люди, которые страдают от заикания и хотят от него избавиться, приходят в клинику. Но зачастую испытывают социальную тревожность в совершенно обычных ситуациях и ежедневных взаимодействиях между людьми, в которых другие люди вообще не парятся и воспринимают как должное. Так же очень важно, что исследования показывают, что от 40 до 60 процентов тех людей, которые заикаются и идут в речевые клиники, к логопеду, они диагностируются, то есть их заикание сопровождается также синдромом социальной тревожности, который известен также как социальная фобия. Социальная тревожность это постоянное усугубляющееся и изнуряющий страх быть униженным, испытывать унижение в различных социальных ситуациях. Все это означает, что лечение заикания в подростковом и взрослом возрасте довольно сложный процесс. Обычно такое лечение включает в себя техники, которые позволяют говорить более плавно. Лечение, терапия социальной тревожности может быть обязательной. То есть, ну, как правило, вообще-то она обязательна. Этой проблемой можно избежать, если родители отведут ребенка к логопеду, обратятся к логопеду сразу же после того, как заикание началось. Для детей дошкольного возраста намного легче поставить заикание под контроль, намного легче начать контролировать заикание, чем подождать до более позднего возраста. Но еще более важно, что два исследования показали, что дети дошкольного возраста, которые заикаются, они не испытывают, то есть они еще не испытывают синдрома социальной тревожности, социальных проблем, которые начинаются во взрослом возрасте. То есть важно начать лечение в раннем возрасте. Вот, и одна из причин именно это. У маленького ребенка еще нет синдрома тревожности. Ну, это как бы мои комментарии были. Окей, getting started on a control early in life can make all the difference. Однако, устранение заикания, научиться контролировать заикание в раннем возрасте может изменить полностью вашу жизненную ситуацию. С вами был Доктор Гу. Спасибо, кому было интересно эта тема. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok